Дружба, предательство, убийство. Вся эта драма в селе Полково уместилась практически в один день, в ноябре прошлого года. А начиналось все довольно безобидно. 34-летний работник лесопилки решил починить свой топор. Попробовал сваркой, не получилось. Позвал односельчанина, профессионала. Топор тут взял себе, обещал принести вечером. Вечером стук уже в темное время суток. Стук дверь в погонщик. Вот он принес его. Да, он заварил. Ну что тебе, деньгами проставить. Он говорит, давай проставить, посидим. Сказано, сделано. На двоих выпили литр. Рассказали анекдоты, вспомнили случаи из жизни. Общих тем, видимо, хватало. Оба ранее судимы. А когда алкоголь закончился, говорит обвиняемый, его нового друга, что называется, понесло. Вначале вспомнил все незензурные слова, обозначающие приверженность к любителю однополых отношений. А после и вовсе ущипнул обвиняемого за пятую точку. Он говорит, да ладно, что ты... То есть он правой рукой пытался вас обвести? Да. А вы что сделали далее? Ну, эту руку отводить, а ему почти не нужно. Продемонстрируйте, как вынесли. Ну, чтобы он успокоился. То есть вы нанесли удар кулаком или ладонью? Вначале ладонью. Продемонстрируйте на манеке никак? Вот. Далее что происходило? Он на меня в ответ. Тогда в ход пошли кулаки. Мужчина помнит только три удара. Говорит, что мог сделать и больше. Тогда же наступило и осознание содеянного. Дескать, спохватился, когда собутыльник уже и сказать ничего не мог. И даже не шевелился. Мужчина вынес его на улицу. Попытался, говорит, растереть снегом, привести в чувство. После побежал за помощью. И дальше все как в тумане. Зато следователи установили все практически поминутно. Он нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, от которых потерпевший 27 ноября скончался в больнице скорой медицинской помощи. В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурором Рязанского района Рязанской области. Статья 111, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Непогашенная судимость за кражу, скорее всего, тоже сыграет свою роль. Но это уже как решит суд.